Всем привет! Слушайте, вы тоже заметили, что создавая компактные корпуса, производители нередко проявляют больше фантазии, чем в случае с привычными башенными решениями? В данном видео мы как раз рассмотрим корпус Chieftech Pro Cube с ценником около 49 долларов и рядом интересных дизайнерских особенностей. Кстати, ранее мы уже рассматривали первую его версию – Chieftech CI-01BOP. Ну а теперь протестируем вторую, улучшенную. Она поставляется в привычной картонной коробке с простым оформлением и вырезами для удобства транспортировки. В комплект поставки входит набор винтов, пара стяжек, системный динамик и одна заглушка слота расширения. Внешне Chieftech Pro Cube выглядит достаточно просто. Строгая прямоугольная форма шасси, пластиковая накладка спереди и никаких стеклянных элементов. Из интересного отметим утолщение спереди для вентилятора и возможность установки устройств формата 5.25 дюймов. Также на передней панели расположились два USB 3.1 Gen 1 и пара аудиоразъемов по соседству с кнопками включения и перезагрузки. Здесь же приютилась пара индикаторов с комфортной яркостью свещения. Помимо перечисленного, передняя панель обзавелась сетчатой вставкой для лучшей продуваемости, за которой есть посадочное место под один 120-ти либо 140-мм вентилятор. А вот верхняя панель примечательна крупной перфорацией, прикрытой пылевым фильтром на магнитном креплении. За ней поместится еще один вентилятор аналогичного формата. Тыльная же часть корпуса получила четыре вертикальных слота расширения с многоразовыми заглушками. В наличии общая прижимная пластина с фиксацией одним винтом. Рядом приютилась уже третье по счету место для вентилятора, правда только 120-мм. На дне из интересного отметим перфорацию под блоком питания, прикрытую съемным пылевым фильтром. Также в наличии резиновые ножки высотой 22 мм для хорошей устойчивости и обеспечения притока воздуха для источника. Левая боковина – это металлическая панель толщиной 0,65 мм с перфорацией. Держится она на двух фигурных винтах. А вот панель с противоположной стороны полностью глухая. Внутри Чифтек Pro Cube использует компоновку с нижним расположением блока питания. Вместе с корзиной под накопитель последний отделен металлическим поддоном, на который устанавливается материнская плата. Горизонтальное ее расположение снижает нагрузку на разъемы при установке массивных компонентов, например, процессорного кулера и видеокарты. А для удобства сборки передняя панель вместе с верхней могут откидываться вперед. С обратной стороны от источника предусмотрена корзина для двух 3,5-дюймовых накопителей. Рядом есть еще одна поменьше для парочки 2,5-дюймовых устройств. Носители при помощи комплектных винтов и отвертки без проблем крепятся в съемных лотках. А если 3,5-дюймовых накопителей нет, то стенку корзины можно демонтировать для установки более габаритного блока питания и укладки его проводов. При этом освободятся отверстия еще для пары 2,5-дюймовых накопителей. Что же, время посмотреть на процесс сборки. Корпус поддерживает материнские платы форматов Micro ATX и Mini ITX. При этом высота процессорного кулера ограничена отметкой в 160 мм, а длина видеокарты не должна превышать целых 320 мм. Последнее устанавливается в вертикальном положении. Благодаря этому вертушкам проще захватывать свежий воздух через сетку на боковине, а кулер может работать тише. Кабели внутри корпуса не доставят неудобства. Они имеют достаточную длину для подключения к материнской плате. В целом, ребят, процесс сборки системы максимально простой и комфортный, благодаря откидывающейся части корпуса. Но вот итоговый ее вид сложно назвать аккуратным, поскольку кабели нельзя спрятать за поддоном. Что ж, неудивительно, что производитель решил отказаться от стеклянных панелей. А вот и тесты. Chieftec Pro Cube поставляется без комплектных вентиляторов. Но мы решили протестировать его не только в стоковом состоянии, но и с парой вертушек при 2000 оборотах в минуту, по одной на фронтальной и тыльной панели. Так сказать, в очень даже возможном сценарии его эксплуатации. Так вот, при максимальной нагрузке, наибольшая разница между открытым стендом и корпусом без вентиляторов достигла 19 градусов для видеокарты, 19 градусов для процессора и 16 для материнской платы. Зато установка пары вентиляторов заметно уменьшила эту разницу. До 9 градусов для видеокарты, до 7 для процессора, а температура материнской платы и вовсе практически сравнялась с открытым стендом. Так что для реального использования настоятельно рекомендуем добавить 1-2 вентилятора, чтобы обеспечить более комфортный для внутренних компонентов рабочий режим. Итого, по нашему скромному мнению, Chieftec Pro Cube является очень интересным корпусом для любителей не очень габаритных систем, которые хотят получить качественное и недорогое решение. Он имеет скромный внешний вид и лишен вентиляторов, но все это не столь критично для модели с ценником около 50 долларов. В данном ценовом сегменте более важным является качество сборки и материалов, с чем у новинки полный порядок. Порадовало и наличие внешних портов USB 3.1 Gen 1, хорошая продуваемость и оригинальная конструкция. Именно благодаря откидывающимся панелям собирать систему очень удобно, несмотря на небольшие габариты и ограниченное внутреннее пространство. В итоге Chieftec Pro Cube можно смело назвать удачным решением в своем сегменте. А вот вы купили бы себе такого малыша? Не забудьте поставить лайк и написать несколько строчек в комментариях, если автор и монтажер старались не зря. До новых видео!